И далее тему продолжим с нашим следующим гостем. Это Сергей Грабский, военный эксперт. Сергей, здравствуйте. Доброе утро, студия. Итак, Сергей, ну вот как раз комментирую вот эту последнюю новость об вот этой так называемой линии Вагнера, назовем ее так, фривольно. Вот учитывая все вот эти данные, сразу как-то напрашивается параллель вот с той самой линией Мажино, да, которой Франция огораживалась вроде бы как надежно от Германии, но в итоге гитлеровские войска просто ее обошли. Хотя там более монументальное было сооружение, чем вот полтора километра от того же Вагнеровского укрепления. Как вы считаете, насколько это серьезное укрепление? Действительно ли оно способно остановить продвижение вооруженных сил Украины? Ну, так, для наших слушателей, чтобы вы понимали, линия Мажино после ее преодоления имела другое название. Наивная линия или лайн де наив. Точно такая же ситуация и здесь. То есть, естественно, такое укрепление не может создать серьезных препятствий для украинского наступления. Ну, в силу того, что, во-первых, оно короткое. Во-вторых, те фрагментарные линии, которые созданы, они не представляют серьезной угрозы для танков, в общем-то. Потому что эти линии перепахиваются артиллерией. А если учесть то количество специальной бронетехники, которая передана украинским войскам, в том числе из Германии, и мостоукладчики, они просто позволяют преодолеть эти так называемые препятствия или линии заграждений без какой-то серьезной задержки на этом направлении. Поэтому пусть копают. Продолжая тему анализа ситуации на фронте, скажите, что происходит на Донецком направлении, в частности, возле Бахмута? Возле Бахмута продолжаются серьезные бои. То есть противник не оставляет надежд прорваться и осуществляет атаки по нашим позициям. Мы проводим контратаки, наносим контрудары. То есть ситуация остается очень-очень напряженной. И, к сожалению, в ближайшие дни мы не видим каких-то просветов в этом, изменений серьезных. То есть противник будет продолжать давить на наши позиции, намереваясь прорваться в этой линии. Но сказать, что это ему совсем не удается, нельзя. Потому что, как объяснить, создание так называемого лунного пейзажа, на котором невозможно просто физически, невозможно не закрепиться, не обороняться. Это как бы типичная тактика российских оккупационных войск, которые уже мы наблюдаем с апреля месяца. Таким образом, следуя этой тактике, они такими методами пытаются прогрызть нашу оборону. Насколько и хватит вопрос риторический. Потому что за последние несколько месяцев ничего не поменялось. Но бои идут и очень тяжелые. Сергей, продолжая тему донецкого направления. Насколько украинским войскам важно захватить контроль над трассой 66, которая, называемый еще отрезок от Сватова до Кременной. Насколько она в стратегическом плане очень важна именно для того, чтобы, я так понимаю, что там перерезается путь поставок для российской армии, которая находится там. Речь идет, собственно, не только об этом участке от Сватова-Кременной, а также об участке Троицке-Сватова. Потому что для нас, в общем-то, выход на эту линию означает прекращение, достаточно серьезное прекращение снабжения противника, группировки противников в Лисичанске и Северодонецке. И поэтому для нас важно, в общем-то, выйти на этот оперативный простор. И Сватова, именно Сватова здесь является ключевой позицией, потому что с освобождением Сватова открывается дорога на Старобельск. То есть создаются перспективы для дальнейшего наступления украинской армии и освобождение, как минимум, северо-Луганской области в недалекой перспективе. В достаточно недалекой перспективе. Ну и нависание, таким образом, над Северодонецком или Сичанском, которые были серьезно повреждены в течение операций, которая длилась с апреля по июль, оно позволит нам более оперативно осуществлять охват и принудить противника или к капитуляции, или к оставлению Лисичанской и Северодонецка, за которые они так отчаянно дрались. Вот, собственно, в этом и состоит важность именно этого направления, которое мы называем, вернее, линией Троицко-Сватова-Кременная. Сергей, вот какая есть информация. Источники The New York Times сообщили, что Россия передислоцирует из Сирии часть войск и зенитно-ракетные комплексы С-300. Мы уже знаем, что эти комплексы Россия в основном использует не как ПВО, а для ударов по украинским мирным городам. Николаев, Запорожье, Харьков. О каких количествах комплексов С-300 может идти речь и, возможно, на каких направлениях их стоит ожидать? Вот как раз те, которые из Сирии передислоцируются. Ну, понимаете, очень сложно сказать, что конкретно передислоцировалось один или два дивизиона, но речь может идти, собственно, о таком количестве. Куда они будут передислоцироваться, время покажет, потому что, кроме того, что Россия наносит террористические удары с использованием этих комплексов по нашим мирным городам, потому что против военных использовать этот комплекс в качестве земля-земля достаточно неэффективно, зато против гражданского населения это очень серьезный инструмент террора. Кроме этих направлений, а именно говорим о Харьковском, о Николаевском направлении, вполне возможном нанесении ударов по Запорожью и так далее, следует еще отметить, что Россия наращивает группировку в Беларуси, и там эти комплексы могут использоваться именно по предназначению, только не как средство обороны, потому что на Беларусь никто нападать не собирается, а как средство прикрытия ударных авиационных группировок, которые могут осуществлять нападения на наши западные области Украины, к чему мы, собственно, тоже готовимся и понимаем угрозу этих нападений. Сергей, вот учитывая, что, по сути, поставить, перевезти из Сирии на неподконтрольную территорию Украины или на территорию России, Беларусь, опять-таки, тоже варианты, для этого нужно провести их через пролив Босфор. То есть я так понимаю, что, учитывая, что Турция активировала, скажем так, вот эту конвенцию Монтре, которая запрещает проход военных кораблей, я так понимаю, что это все распространяется исключительно на военные корабли, а на военные грузы, видимо, нет, да, потому что Россия, все-таки, наверное, какие-то используют торговые суда, на них это все грузит, и вот таким образом это все происходит. Да, абсолютно, абсолютно именно так и происходит. То есть если есть определенные ограничения по использованию морских судов, я тут должен отметить, что конвенция Монтре, она касается, собственно, военных морских судов стран, которые не входят в, которые не имеют выхода в Черное море. То есть это могут быть Великобритания, Франция, допустим, какая-то Швеция, даже Греция по большому счету, но это не касается России, в общем-то. Но Россия, да, использует здесь транспортные суда для перемещения таких грузов и войск, и, собственно, здесь они могут использовать даже десантные суда для перевозок, и в этом не будет запрета и никакого нарушения. Но, к сожалению, пока нет ограничений на продвижение военных кораблей России через Восфорский пролив, и, собственно, поэтому мы можем только наблюдать, куда эти корабли проходят. Ну, вот Россия вывозит из Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300. Получается, Путин осада оставляет наедине со своими противниками. Это как получается? У России все? Интересы в Сирии закончились? Ну, вы знаете, я бы здесь не забывал другую голову дракона, и другая голова дракона называется Ираном. То есть здесь существует такое, как бы, договоренное, что, оставляя позиции в Сирии, российские войска передают их и иранским боевикам. И, собственно, Иран уже берет на себя большую ответственность в плане того, чтобы прикрывать третьего союзника, а именно сирийского диктатора Асада, от возмущенного гнева местного населения. Поэтому я бы не сказал, что позиции России сильно ослабляются. И в нынешней ситуации, с учетом этих дронов Шахидов и других дронов, я бы сказал так, что мы имеем дело с такой коалицией держав-террористов, куда входит как минимум Россия и как минимум Иран на сегодняшний день. Поэтому позиции этой коалиции на сегодняшний день не меняются, просто меняются игроки на конкретном участке фронта. Еще об одной стране, которая тоже, кстати, в эту коалицию вписалась бы. Я Беларусь имею в виду. Недавно в Беларуси и России объявили о том, что организована совместная армия численностью около 85 тысяч человек. Как вы считаете, насколько это такие бравадные заявления и в какие сроки такие количества, учитывая нынешнюю ситуацию на фронтах, опять-таки, что Россия большую часть своих войск вынуждена задействовать именно на территории Украины, смогут собрать? Или это будет больше за счет белорусской армии? Да, в общем-то это напоминает игру в наперстке, то есть когда озвучиваются какие-то цифры и когда идет манипуляция числами. В общем-то здесь речь идет о том, что основу этой группировки будет составлять белорусская армия. Ну а если будем говорить так, что в общем-то это армия оккупированной страны и она полностью подконтрольна Российской Федерацией, количество которой 65 тысяч, как заявлено. Таким образом 85 это еще приблизительно одна российская дивизия, которая может быть передислоцирована. В связи с этим, насколько это может быть серьезно, ну понимаете, из той группировки белорусской армии достаточно большое количество, это так называемые части обеспечения, они не представляют собой боевые части. В общем, общую численность именно боевых подразделений этой объединенной группировки можно рассчитывать примерно из количества до 25, возможно до 30 тысяч. Почему возможно? Потому что может быть усилен российский именно компонент этой группировки. И в общем-то это количество, оно представляет угрозу с точки зрения демонстративности каких-то действий или проведения такой провокационной деятельности именно на белорусско-украинской границе. Но говорить о том, что именно сухопутный компонент может представлять очень серьезную угрозу в таком количестве и в таком качестве, на сегодняшний день пока не приходится. В общем-то это подчеркивается и американскими аналитиками. Другое дело авиационный компонент, который представляет угрозу и собственно вот это перемещение С-300, о котором я говорил, возможно именно в Беларуси, что усилит именно угрозу нанесения ударов по нашим западным областям. Сергей, вот еще какая информация. Журналисты, политические аналитики из Беларуси Игорь Ильяш в интервью радио «Новое время» заявил, что по его мнению 7 октября во время встречи в Санкт-Петербурге Александр Лукашенко впервые получил ультиматум от Владимира Путина. Что вы думаете по этому поводу? Насколько этот ультиматум может быть реальным? Ну вы знаете, я уже как бы сказал, что нет смысла рассматривать армию Беларуси как самостоятельную армию, самостоятельного государства. Поэтому эти ультиматумы – это, знаете, очень условный такой жест. То есть по большому счету при необходимости в любую минуту Александр Лукашенко может быть принужден к объявлению или декларированию того факта, что его армия вступит в войну и будет привлечена к проведению специальной военной операции, как это называет российское руководство. Поэтому этот ультиматум, может он имеет какое-то значение для белорусов, для нас, он не имеет никакого значения, потому что мы четко осознаем, что в любую минуту, исходя из комплекса тех мероприятий, которые проводились белорусским де-факто руководством, белорусская армия может вступить в войну. Ну сейчас Лукашенко активно, на протяжении всех этих восьми месяцев почти, активно отмахивается, отнекивается от прямого, непосредственного участия белорусской армии в войне. И как же тогда будут придумывать какой-то повод для того, чтобы вступать в войну? Вы знаете, есть такое понятие, как информационное прикрытие. И да, вы абсолютно правы, когда заявляете о том, что Лукашенко отмахивается, отнекивается, делает все возможное для того, чтобы не вступить в войну. Но факт, и речь упрямая, и для военных является абсолютно очевидным, что мы наблюдаем постоянную эскалацию, которая свидетельствует о том, что Лукашенко готовится к войне. А это именно подготовка районов сосредоточения и развертывание войск, постоянное присутствие и ротация шести-семи батальонных тактических групп белорусских войск. Это подготовка аэродромной сети, подготовка коммуникаций, проведение непрерывное проведение, подчеркиваю, непрерывное проведение серии командно-штабных и полевых учений, которые тоже свидетельствуют о том, что они рассматривают вопрос повышения своей боеспособности. Это проверка мобилизационных ресурсов. Это допуск на свою территорию ударных группировок российской авиации, как я уже говорил, создание противовоздушной обороны, которая предназначена именно для прикрытия агрессивных ударов. То есть Лукашенко может говорить о чем угодно, но решение принимает не он и, в общем-то, для нас, для военных, является очевидным, что этот комплекс мероприятий свидетельствует о постоянной подготовке белорусского компонента российской армии к агрессивным действиям против Украины. Сергей, если анализировать дальше вот эту стратегию, как вы считаете, какое приоритетное направление, возможно, будет выбрано для наступления именно на юг Украины, на северную, на границах? Это все-таки будет проверенный, ну как, в кавычках, конечно, вторая попытка захватить Киев-Житомир или все-таки более западный, где-то вот там Сарны-Ковель, например? Ну, исходя из того, о чем мы с вами говорили, о том количестве общей группировки, 85 тысяч из них, как бы, боевых частей, примерно 25-30 тысяч, речь, конечно же, не идет о том, что они могут представлять какую-то серьезную угрозу для Киева вообще. То есть любая попытка продвинуться в сторону Киева будет обречена, равно как и другие попытки. Но, понимаете, речь идет не о наступлении, как наступление в традиционном этом понимании. Этой группировке может быть поставлена совершенно другая задача, вернее, несколько другая задача, а именно своими проколокативными и демонстрационными действиями отвлекать украинские войска и не давать возможность нам маневрировать нашими резервами и ресурсами, постоянно держав боевые готовности подразделения и воинские части на нашей северной границе. И, в общем-то, это тоже один из видов боевых действий, которые, как бы, не требуют глубокой атаки, потому что данного количества войск недостаточно. Опять же, даже исходя из географии местности, на которой им предстоит оперировать, там существует, по-моему, три или четыре всего-навсего направления, по которым можно осуществлять такое продвижение. Они всем известны, обойти их невозможно, поэтому любая такая попытка глубинного прорыва на нашу территорию будет обречена. Но проведение демонстрационных, как я говорил, действий, провокативные действия, потому что постоянно на северной нашей границе, на белорусской территории находятся подразделения сил специальных операций. Пока, как бы, Республики Беларусь, но никто не знает, кто там на самом деле, вернее, известно, кто там на самом деле есть. Но именно эти силы специальных операций могут отвечать за проведение провокативных действий. То есть задача этой группировки в этом качестве и количестве, я говорю о сухопутной группировке, это поддержание достаточно высокого уровня напряженности. А осуществление воздушных ударов по нашим коммуникациям, а агрессор спит и видит, как бы разрушить так называемые линии поставки, вооружение и боевые техники Запада, то есть под угрозой находятся наши железнодорожные узлы Ковель, Сарны, Коростынь и дальше на Киев. То есть противник может пытаться воздействовать на них. И с использованием авиации и других воздушных средств могут наноситься удары на всю глубину Запада Украины. Спасибо, Сергей. Сергей Грабский, военный эксперт, был с нами. Мы обсуждали ситуацию на фронте и, в частности, анализировали возможность нападения на Украину со стороны Беларуси.